Генеральный директор ТАСС, вице-премьер правительства России, пресс-секретарь Михаила Горбачева, главный редактор журнала «Новое время» – эти и другие должности в разные годы занимал Виталий Игнатенко. Он и сейчас в гуще событий депутат Законодательного собрания Края. Тем не менее, к 75-летнему юбилею появилось желание подвести некоторые итоги, поделиться своими воспоминаниями, которые бережно хранит память. А вспомнить действительно есть что. Действительно, у Виталия Игнатенко такой интересный жизненный путь, интересная история. И сам он очень интересный человек. Ну а самое главное – он сочинец, и он этим больше всего дорожит. Виталия Игнатенко по праву называют легендой советской и российской журналистики. Свою книгу он скромно презентует как биографические заметки, но в ней отражены некоторые исторические, порой драматические моменты становления новой России и даже эпизоды развития Сочи в период сталинского правления. Виталий Никитич – наш земляк, он здесь родился, он здесь, в общем-то, всегда неразрывно связан с городом Сочи, он почетный гражданин, он возглавлял общественный совет в период Олимпиады и подготовки к Олимпиаде. И в этой книге многие страницы нашли отражение переплетения города Сочи, там есть целые разделы о городе Сочи. Автограф-сессия – обязательная часть презентации. Первыми читателями книги станут друзья Игнатенко, представители сочинской власти, депутатского корпуса, журналисты. Горжусь им, просто такие замечательные люди, чтобы для меня честь большая всем подписать. Виталий Игнатенко признается в автобиографической книге только правда и добро. Воспоминания об интересных и значимых людях, будь то Папа Римский или обычный матрос – все, кто оставил добрый след в душе.